сегодня ночевал вот на том аппендиците думал ну кто туда придет а самого утра охотники приехали со своими живыми утками как давай стрелять еле не уплываю ну вот наконец-то я и в самом парке графини нашел второй источник серебряной водой как это выглядит как он красиво течет и можете себе представить что все это вот этот парк это все степь бывшая степь превращенная в такой красивый лес а с утра были заморозки вся белесая трава заморозки изморозь была изморозь не знаю с каких времен но еще такая беседка осталась с эффектом и от беседки идет кстати взял себе пару домовых яблок сделаю себе настойку от чего-нибудь тропинка и мостик через ручей здесь еще серебряная водичка возвращаясь обратно здесь один мостик второй мостик но это уже мустики современные времен союза поскольку здесь был оказывается пионерский лагерь всего такое дикое и дикое рядом возле хорлов есть еще одна очень интересная природная достопримечательность это гейзер вот такой говорят когда давление сильные до трех метров может быть высота видите сегодня были заморозки тут лед сейчас попробую дотронуться к этой воде она такая тепленькая и пресная на самом деле очень много ходит версий о возникновении олажки ских пески одна из них что это природный катаклизм еще то что не животные в большом количестве копытные животные вытоптали траву в общем непонятно что здесь произошло но самая большая в европе полупустыня это здесь а это только начало песков вы видите большим сосновым поясом а это единственное деревья которые могут расти на песке смогли остановить движение песков которые из-за ветра будет переносились открывались все больше и больше и больше и вот советские времена поясом сосновым остановили движение песка в народе это называется кучу гуры высокий лес уже закончился иду в разведку все деревья становятся ниже и ниже песка все больше и больше и больше и больше не больше больше и где-то пояс должен закончиться не знаю хватит ли у меня сегодня времени дойти до настоящего песка и вот такое чудесное место для палатки где только зверей возможно собак и грибников и тишина это настоящая лисе нора следы и лисички и туда она наверное таскает своих курей здесь обязательно запасный выход чтобы убегать здесь еще один выход и какашульки и и значит она здесь живет а там мой велосипедик